Дождевой канализации нет и не было. И весной двор дома 13 по улице Саранской затапливает водой. Проблема, с которой председатель совета дома обратилась к главе Самары Олегу Фурсову. Властям района мэр поручил в течение одного дня откачать всю воду. Еще один вопрос о ремонт внутриквартальной дороги. Ее должны сделать уже этим летом. Проект составили так, чтобы в дальнейшем вода не стекала во двор, который находится в низине. По улице Саранская, это улица Ялбовская, это улица Гаражная. Проведем ремонт и посмотрим как раз примитивные меры по отведению воды от данного проезда путем разыгонки, чтобы вода шла вне к дому. Также жители хотят видеть рядом с домом благоустроенную детскую площадку. Третья проблема – это отсутствие детской площадки. У меня есть также фотография. Напротив нашего дома есть достаточно большое пространство, которое пустует. И, как вы видите, в гараже. Но при этом, по словам Алисы Киселевой, на уборку собственного двора жители не спешат. Хотя именно дворы, которые жители приводят в порядок, благоустраивают и власти. А в этом году в каждом районе по три самых чистых двора оснастят системами видеонаблюдения. Но и на Саранской все же появится детская площадка. Районным властям поручено составить план, какие турники и качели там можно установить. Надо съездить, посмотреть, какая площадь и что там можно установить на этой площадке. Какие мафы. Посмотрите в бюджете и заявителю тогда доложите, в какие сроки можно установить там мафы. Но, Алиса Геннадзе, значит, залогом вот такой работы с нашей стороны будет в вашей части в субботнике. Ответ у меня удовлетворена. По поводу внутриквартальной дороги, в принципе, я думаю, мы в июле увидим. На личном приеме у главы города обсуждают вопросы не только общественные. Кирилл Захаров – талантливый молодой пианист, студент музыкального училища, лауреат творческих конкурсов. Мальчик-сирота живет с бабушкой в комнате в коммуналке и ждет собственной квартиры. И хотя вопрос предоставления жилья детям-сиротам Самарии решается весьма успешно, почти 200 квартир для детей-сирот Департамент имущества приобретет в этом году, но очередь все еще велика, хотя есть альтернативные временные решения. Можно арендовать жилье, вот, можем вас, значит, вселить там в общежитие, условно говоря, на какой-то период, а очередь ваша может подойти в 2018 году. Молодой музыкант выбрал вариант аренды, стоимость которой ему полностью компенсируют. А уже в конце этого года или начале следующего он получит свою квартиру в одном из новых домов в хорошем районе Самары. Именно такое жилье сейчас предоставляют сиротам. Марина Кравцова, Константин Головин. События.